В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Самый цитируемый молодой ученый по версии Скопус. Сотрудник ядерного центра, обладатель престижной премии. Коварная пневмония. Чем опасно воспаление легких и как уберечься от инфекционного заболевания. Хоккейный клуб Саров Инвест провел первую домашнюю игру в рамках чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги. Далее расскажем обо всем подробно. Молодой специалист Рафиацнеф стал одним из самых цитируемых молодых ученых по версии Скопус. Крупнейшие единые базы аннотации и цитирования рецензируемой научной литературы. Саровчанин отмечен совместно с госкорпорацией Росатом специальной номинацией молодой ученый. Премия присуждена за цикл научных работ в области вычислительной гидродинамики. Интерес к точным наукам, появившись еще в школьные годы, определил выбор профессии и лег в основу научной деятельности. Начальник научно-исследовательской группы Рафиацнеф, кандидат физико-математических наук Вадим Курулин, стал одним из самых цитируемых российских ученых по данным Скопус и обладателем престижной награды за вклад в развитие науки в атомной энергетике. Основное мое направление – это гидродинамика и турбулентные течения. И моя задача нашей группы исследователей – это создавать алгоритмы и технологии для моделирования гидродинамических течений. Сегодня Вадим руководит научно-исследовательской группой в Институте теоретической и математической физики Рафиацнеф. Команда специалистов под руководством молодого ученого занимается исследованиями в рамках известного проекта «Логос». Вадим Курулин уверен, что за успешным молодым ученым всегда стоит талантливый научный руководитель, способный направить, подсказать и грамотно выбрать путь для исследований. Благодаря его фундаментальному физическому образованию, физико-математическому, еще и в математику, ему действительно удалось добиться серьезных результатов как в фундаментальной, так и в рекламной науке. И на самом деле Ряк когда-то сделал ставку именно на него. Отвлечься от профессиональных забот Вадиму Курулину помогает скорость и попутный ветер. Благодаря давнему увлечению мотоциклами он открыл для себя интересное направление, которому сегодня посвящает большую часть свободного времени. Мотоциклы для пересеченной местности «Тур эндуро» предназначены для езды по бездорожью. «Остановился на эндуро-мотоциклах, потому что здесь более безопасно. Здесь все зависит от тебя, твоя безопасность в твоих руках. Потому что езда по дорогам общего пользования у нас в России – это такая рулетка». Провести вечер трудового дня на свежем воздухе, а наутро с новыми силами отправиться на работу. И, возможно, очередная прогулка на внедорожном мотоцикле станет поводом для нового научного открытия. Неоправданная вспышка гнева. В одном из дворов полицы Советской не разъехались два легковых автомобиля. Забыв про правила дорожного движения и нормы этики, один из водителей с помощью ножа хотел заставить своего оппонента уступить ему дорогу. Другой мужчина не стал рисковать своим здоровьем в борьбе за право проехать первым, но сообщил об угрозах в полицию. Чем еще запомнилась в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Известный в городе врач-гинеколог Галина Блинова покончила с собой. Ее тело обнаружил муж. Трагедию обсуждали в социальных сетях, версии выдвигали самые разные. Утром женщина не вышла на работу, но звонки не отвечала. Тогда супруг поехал домой узнать, в чем дело. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, предсмертной записки не нашли. В настоящее время проводится следственным комитетом проверка о причинах и тому подобное. Никто по данным факту не задерживался. Уголовный зон не возбуждался. Спокойная была неделя для сотрудников дорожной полиции. Произошло 4 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшим. Водитель маршрутки резко затормозил на пешеходном переходе. Семилетний школьник, находившийся в салоне, получил травму. 13 ноября в 17.15 на улице Силкино, напротив дома номер 6, водитель 67-го года рождения, управляя автобусом «Фиат», который принадлежит одному из наших альтернативных перевозчиков, пассажиров, во время движения при торможении допустил падение пассажира несовершеннолетнего 11-го года рождения, который находился в автобусе на крайнем левом сидении. Мальчик ударился лицом о спинку переднего сидения. После осмотра врачами уехал домой. В Дивееве прошло заседание Попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В совещании приняли участие полномочный представитель президента в Привозском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский Эрзамасский Георгий, члены правительства России и представители муниципальных органов власти и организации. В ходе заседания председателем совета избрали Сергея Кириенко, а также обсудили реализацию мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обителей и развитие туристического кластера Арзамасс-Дивеева-Саров. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Вслед за первой поликлиникой детская больница тоже начала переход на цифровую телефонию. С 16 ноября там работает единый номер регистратуры 90547. По нему можно получить справочную информацию, записаться на прием к врачу и вызвать доктора на дом. Новый номер работает по принципу колл-центра. То есть достаточно один раз позвонить и просто оставаться на линии, пока трубку не возьмет первый освободившийся специалист. Спортсмены Сарова выступят на международных соревнованиях. На днях тренерский штаб сборной России опубликовал состав национальной сборной на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Состязания пройдут в Финляндии. Выпускник спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» Артем Мальцев вошел в число семи россиян, которые поборются за победу в спритерской гонке. С наступлением холодов повышается заболеваемость детей острыми респираторными и вирусными инфекциями. Актуальность этой проблемы сохраняется, несмотря на внедрение новых лекарственных препаратов. В этом году в Сарове и на территории Нижегородской области повысилась заболеваемость пневмонии. Чем опасна эта инфекция, насколько коварна и как ее лечить, выяснила наша съемочная группа. Забыли помыть руки, потерли нос и вот уже микробы попали в организм. Пневмония – это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Вирусы и бактерии, которые вызывают воспаление легких, попадают на слизистые носа и горла. Как правило, заболевание начинается с повышения температуры тела и кашля, и протекает под маской ОРВИ. Если нет выздоровления в течение какого-то периода времени и на третий-пятый день вновь поднимается температура, то нужно подумать о том, что нет ли здесь осложнения. Это значит, что вирусы попали в бронхи, продолжают спускаться ниже в легкие и вызывают воспаление альвеолярной ткани. Если иммунитет снижен, организм ребенка ослаблен и не адаптирован к вирусам, то есть не привит, то вирусная инфекция может осложниться бактериальной инфекцией. Бактериальное пневмоние начинается внезапно, то есть может развиться в первые дни болезни. Стофилококковое пневмоние, пневмококковое, сразу с высокой температуры, с кашля, с интоксикацией. Правильно поставить диагноз и начать своевременное лечение при пневмонии помогает осмотр ребенка. Особо обращают внимание на наличие интоксикации, спазматического кашля, одышки, высокой температуры и отсутствие эффекта от уже назначенного лечения. Мы простукиваем грудную клетку, видим разницу в тимпаническом звуке и аускультативно можем выслушать хрипы. Конечно же нам помогают лабораторные методы обследования, общий анализ крови, который показывает нам воспалительный характер. Чтобы не заболеть пневмонией, достаточно придерживаться простых правил гигиены. Мыть руки, в период эпидемии носить маски, при первых признаках болезни соблюдать постельный режим. Что такое гибридная война? Какие есть методы информационного и кибернетического воздействия? Об этом и многом другом рассказали старшеклассникам сотрудники специального научно-исследовательского отдела ядерного центра. В рамках проекта «Профтренд» в Дворце детского творчества ребятам разъяснили способы воздействия на сознание, методы скрытых операций и враждебных действий в соцсетях. Алексей Акинкин, как и подавляющее большинство его сверстников, с удовольствием пользуется благами цифрового общества. Ищет информацию для учебы в популярных поисковиках, смотрит фильмы и слушает музыку онлайн. О слежке за собой не задумывался, но, послушав лекцию, задался вопросом – и как же теперь быть? А получив короткий ответ – жить с этим знанием – сделал правильные выводы. Скажем так, немножко расширю кругозор, буду более осторожен. То есть, так сказать, ничего изменить-то не получится, закрыться, купить кнопочный телефон, но хотя бы буду по большей мере обращать внимание на такие мелкие детали. По мнению организаторов, проводить подобные встречи в рамках проекта «Профтренд» необходимо. Несмотря на то, что со стороны тема кибербезопасности кажется надуманной, а слова лекторов нагоняют страха, сотрудники градообразующего предприятия надеются, что хотя бы 10 или 15 процентов присутствующих школьников усвоили основы безопасного нахождения в онлайне. Я вот видел свою задачу, хотя бы вызвать интерес к этой проблематике. А если тут наиболее активные ребята были, они самостоятельно потом до всего докопаются. Да, может быть, это и страшно, что вот так вот все за всеми следят. Но страшного ничего нет, если ты понимаешь, что это есть, ты понимаешь, чем это может обернуться. Как говорят специалисты, спрятаться от глобальной слежки сегодня нет возможности. Даже более того, если ты сознательно скрываешься, это вызывает подозрения. Рецепт, который позволит избежать пристального внимания, прост. Следить за тем, что ты пишешь в интернете, обладать критическим мышлением, проверяя в нескольких источниках даже самую очевидную информацию. Громко разговаривать, петь и веселиться разрешается. Около 700 детей и родителей провели традиционный теплый вечер в Пушкинке. Сотрудники библиотеки, добровольные помощники и специальные гости в рамках ежегодной акции подготовили для посетителей мастер-классы, тематические площадки и творческие конкурсы на самый взыскательный вкус. Подробности в следующем репортаже. Чтение сказок у камина, потрескание поленьев и яркие языки пламени добавили осеннему вечеру тепла и уюта. Рядом за столами велись интеллектуальные бои в шашки и шахматы. В фойе на первом этаже громко и выразительно читали стихи и пили чай с печеньем. Количество тематических станций, где можно было интересно провести время, не поддавало счету. Очень помогли в проведении акции добровольные помощники. Мы предлагаем детям либо сначала разрисовывать, либо делать шарфики. Они рисуют котов и с помощью ниток делают шарфы. Теплый вечер в Пушкинке расширяет свои возможности, приглашает творческих людей поделиться своими умениями с саровчанами. В этот раз на одной из станций руководитель клуба «Арт-позитив» провела для юных читателей и их родителей мастер-класс по изготовлению картин из пластилина «Мягкие лапки». Сегодня как раз мы с детками лепим различных животных, у которых теплые лапки. Такие очень классные работы получились, теплые, душевные. И очень приятно, что дети приходят с родителями. Теплый вечер в библиотеке имени Пушкина стал уже доброй осенней традицией. Проводится в четвертый раз. В этот день посетителям разрешается от души веселиться, громко смеяться, знакомиться с новыми друзьями и с пользой проводить время. Цель ее такая, чтобы согреться дружеским теплом, общением, почитать хорошие книжки, заняться творчеством. Чему-нибудь научиться, показать свое творчество. Специальными гостями теплой акции стали воспитанники детской школы искусств номер два, которые представили свои керамические работы. Яркую концертную программу подготовили юные артисты из танцевальной студии «Задоринки». Первый домашний матч и первая победа сезона. Хоккейный клуб «Саров Инвест» принял на своем льду гостей из Павлова. Уступив игре на выезде лидеру прошлого года команде «Уран», «Саровчане» мобилизовали свои возможности, чтобы порадовать болельщиков зрелищной и интересной игрой. О том, как прошла встреча, наш следующий репортаж. Возвращение в высшую лигу области – важнейшее событие для саровского хоккея. К нему спортсмены шли долгих восемь лет. Семь лет в нашем городе вообще не было любительской команды. Год назад, благодаря поддержке компании «Саров Инвест», саровчане не просто вернулись, ворвались в региональный хоккей, став чемпионами первой лиги. И вот, наконец, первый домашний матч в высшей лиге. Сегодня мы начинаем серию домашних игр высшей лиги Нижегородской области. Я рад, что наша команда вернулась на заслуженное место в своем чемпионате после длительного перерыва. Игрокам я хочу пожелать, пусть победит сильнейший, а зрителям – красивой игры и ярких эмоций. С первых минут матча «Саров Инвест» заявила себе, как и серьезном сопернике, распечатав ворота павловцев. Гости не растерялись и ответили шайбой. Первый период закончился в ничью. Впрочем, уже во втором саровчане доказали свое превосходство. Нашим спортсменам удалось отправить в ворота соперника сразу шесть шайб, пропустив свои всего лишь две. На перерыв команды ушли со счетом 7-3. Нормально играть, лучше во многих раз, чем вот эти ребята из Павлова. Ну а что там, их вообще-то меньше, чем наши. И наши пошустрее. Ну, я думаю, еще будут шайбы-то будут. Хорошая игра, ребята молодцы наши. Заметно намного сильнее играют, чем Павлова. Для города хороший хоккей показывают. В третьем периоде саровчане продолжили атаки на ворота соперника. На первых минутах отправили очередную шайбу, а после и еще одну. На протяжении всего периода павловцы вели активную игру и не раз близко подходили к нашим воротам. Но отыграться и вырвать победу у саровчан им так и не удалось. Итог матча 9-5. У вас хорошая команда, быстрая команда. Понравилось. Ну, хотелось бы лучше. Но, в общем-то, для сегодняшней игры этот результат вполне устраивает. То есть мы особо бы ни на что не надеялись. Статус лиги в этом году выше. Но цели перед собой команда ставит все те же. Радовать болельщиков яркой игрой и, конечно же, привести в саров кубок. Войти в тройку, в призеры – это минимум задача стоит. Максимум – выиграть чемпионат. Следующую игру хоккеиста проведут на выезде 24 ноября в Кстово. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова